У шестилетней Лизы Пашниной сбылась заветная мечта. В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» девочке подарили интерактивный глобус, благодаря которому она может путешествовать по всему миру, не выходя из дома. А это для малышки очень важно. Она увлекается географией, очень любит путешествовать и сочинять рассказы. Елена Кононова познакомилась с юным гением. Солнечная система. Лиза, ты знаешь, в середине? Солнце. Солнце. Первая планета. Самая маленькая. Теперь Лиза при помощи интерактивного глобуса может путешествовать не только по Земле, но и в открытом космосе, уворачиваясь от метеоритного дождя. Этот долгожданный новогодний подарок малышка получила буквально на днях. И кажется, что для нее уже нет ничего неизвестного. Название материков, планет, гор, морей, животных. На все у шестилетней девочки есть правильный ответ. Интерес к географии у Лизы появился не случайно. Каждый вечер, укладываясь спать, с мамой она отправлялась в далекое путешествие. Выбираем ей страну, и я рассказываю достопримечательности, какие есть в этой стране, какой там нравы, какие сказки, может, откуда из этой страны. И вот так мы потихонечку, перед сном, мы выучили всю карту. Потом мы начали отправляться в какие-то города, потому что стран уже не хватало. И у нее вот интерес стал вот именно география. Любимая библиотека Лизы – Маршаковка. Любимое место для чтения – зал с энциклопедиями и огромным глобусом, где она с младшим братом может стоять подолгу и изучать новые места на миниатюрной копии земли. А еще Лиза – писатель. И у нее уже есть свои книжки с рассказами, с красивыми иллюстрациями и твердым переплетом. Сюжеты рождаются чаще всего по дороге в садик, в школу до шкаленка или во время процедур. Вторую книжку про львенка и черепаху она написала, когда мы были в Москве на лечении, очень много процедур, где она должна была просто лежать. Ну это же ребенок, она же не может просто лежать, и надо в каком-то мире существовать. Она говорит, что это мир Лизы, и нам происходят всякие чудеса. И она диктует, я сразу печатаю на телефоне или пишу. Лиза по характеру боец. И когда ей предлагают помощь, она всякий раз категорично заявляет – я сама. И больше всего смелости девочка набирается в детском саду, где видит здоровых детей и понимает, к чему она должна стремиться. У общительной и жизнерадостной Лизы много друзей, которые всегда готовы поддержать подружку. Стоит ей только покачнуться на неуверенных ножках. Со своим недугом она мужественно борется. На беговой дорожке проходит ежедневный километр с небольшими перерывами. Мы стараемся в это время что-то такое сделать, например, заняться английским полчаса и почитать книжку, чтобы она отдохнула. Неудивительно, что любимая книжка шестилетней девочки – пеппетлинный чулок. Ведь она так похожа на эту удивительную героиню, таким же с богатым воображением, горячей головой и добрым сердцем. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.